Мы продолжаем изучать подходы к работе с научно-исследовательской литературой. В прошлой лекции мы говорили о просмотровом чтении, о беглом просмотре и об изучающем чтении. Однако, названными методами подходы к чтению не исчерпываются. В этой лекции мы рассмотрим еще несколько методов, одним из которых является последовательное ознакомительное чтение. Этот подход к чтению ставит своей целью поиск нужной информации без установки на воспроизведение или запоминание. От студента требуется понимание общей линии содержания и целостное восприятие текста. Текст должен быть прочитан полностью, в быстром темпе, со скоростью приблизительно 125 слов в минуту. К приемам такого вида чтения относят определение темы текста, выделение главного и второстепенного в тексте, определение ключевых слов, краткую формулировку основной мысли и т.д. Если вы занимаетесь последовательным ознакомительным чтением, то должны понимать, что это осознанный и специально организованный процесс, который обязан осуществляться по специальной схеме. Использование этой схемы позволит вам быстро и эффективно работать с большим объемом информации, улучшить усвоение и запоминание основного содержания материала. Сначала фокус направляется на название произведения и автора. Название произведения обычно отражает основную мысль всего текста. Сведения об авторе помогут понять смысл или направленность книги. Дальше определяется источник, дата публикации материала, а уже затем основные положения и общая тема публикации. Только после выяснения всего этого должна идти речь о фактах, т.е. будут излагаться основные понятия, цифры, имена людей, специальные символы и т.п. Последовательное ознакомительное чтение предполагает также определение точки зрения автора статьи и формирование собственного мнения читателя. Помимо этого важно видеть степень новизны статьи и практического воздействия материала на читателя. В отдельных случаях очень полезным может стать поисковый просмотр. Он необходим тогда, когда за краткий срок вам необходимо ознакомиться с содержанием огромного количества печатных материалов. Для прочтения этих материалов может потребоваться несколько дней или даже месяцев. Суть поискового просмотра состоит в концентрации внимания на словах текста, которые относятся к определенной теме. Слова, предложения, абзацы и целые главы, не имеющие прямой связи с интересующей темой, пропускаются. Подобный метод часто применяется при поиске конкретной информации для составления предварительного обзора. Этот метод наиболее подходит для случаев, когда необходимо найти ответ на точно сформулированный вопрос. Похожим на все предыдущие, но все же самодостаточным методом изучения научно-исследовательской литературы является идентификационный метод чтения. Он состоит в нахождении ключевых слов в произведении, с помощью которых определяется основная суть содержания и основная точка зрения автора публикации. Эти слова и предложения играют решающую роль в раскрытии основной идеи материала. Как правило, ключевыми словами являются подлежащие и сказуемые, благодаря которым вы можете в общих чертах определить суть всего предложения. Второстепенные члены предложения при этом методе ускоренного чтения остаются вне вашего внимания. Интересным представляется и реверсивное чтение. Обычно большинство авторов обобщают наиболее важную информацию в заключительных главах докладов, диссертаций, книг или статей. Поэтому, если у вас нет времени читать весь материал подряд, целесообразно начать знакомиться с материалом с конца. Наиболее важные сведения потом можно будет конкретизировать, прочитав соответствующие разделы текста, а менее важные – пропустить. И, наконец, существует метод произвольного просмотра научно-исследовательской литературы. Этот метод работы с информацией подходит для случаев, когда точная цель чтения не определена. Обычно в таких случаях немного с магистрантами, но иногда все же бывает так, что хочется почитать что-то интересное. Но только когда на глаза попадается материал определенной тематики, магистрант с радостью воскликает – это как раз то, что мне и нужно. Используя вышеприведенные подходы к научно-исследовательской литературе, магистрант сможет сэкономить время и качественно поработать с материалом, необходимым для изучения того или иного вопроса.